В конце 1939 года доктор Артур Гешки откликнулся на призыв к служению в качестве медицинского миссионера в Юго-Восточной Азии. Он, его жена и их грудной сын покинули Сан-Франциско на японском лайнере, направлявшемся в Таиланд. Доктор Гешки должен был открыть клинику на Пхукете, острове у юго-западного побережья страны, с населением около 50 тысяч человек. Узнав, чем занимается церковь в других регионах, местные бизнесмены и общественные деятели предложили поддержать инициативу по созданию клиники. В день открытия клиники доктор Гешки провел операцию тяжело больному пациенту. От него отказались в государственной больнице и сказали, что ничего не смогут сделать. Когда пациент выздоровел, Гешки завоевал глубокое доверие местного населения. Уже через месяц клиника принимала 60 амбулаторных пациентов в день, а 15 коек, выделенных для таких пациентов, были постоянно заняты. Казалось, что практически каждый влиятельный человек в городе знал доктора Гешки и считал его своим другом. Спустя несколько лет сказал руководитель миссии. Также он добавил, что слышал о нескольких людях, которых доктор Гешки спас от смерти и о том, как много добра он сделал. Через год после открытия, из-за вступления США во Вторую мировую войну в декабре 1941 года, миссионерская клиника на Пхукете прекратила свою деятельность. Доктор Гешки связался с британским консулом на Пхукете и получил инструкции прибыть с семьей на пляж в течение 10 минут. Там их подобрало британское судно, направлявшееся в Сингапур. Корабль окружили японские бомбардировщики, но они не атаковали его. Вероятно, потому что капитан приказал снять британский флаг и заменить его флагом Таиланда, союзника Японии. Семья Гешки и другие миссионеры поднялись на борт последнего американского грузового судна, вышедшего из Сингапура до того, как город был захвачен. Судно отправилось в Кейптаун, Южная Африка, поскольку переход через Тихий океан был признан слишком опасным. Часть команды дезертировала в Кейптауне, но корабль продолжил пересекать Атлантику, плывя зигзагообразно, чтобы избежать вражеских торпед. Через два месяца оно благополучно прибыло в Нью-Йорк. Клиника Пхукетской миссии, позже известная как Адвентийская больница Пхукета, вновь открылась в июле 1949 года. За прошедшие десятилетия были построены новые здания и расширен спектр медицинских услуг. В 2002 году больница, находящаяся в ведении унионной миссии Юго-Восточной Азии и рассчитанная на 83 койко-места, была переименована в Мишин Госпиталь Пхукет. После выхода на пенсию доктор Гешке переехал в дом в горах недалеко от Юсемицкого национального парка в Калифорнии, США, где продолжал понемногу заниматься врачебной практикой до 80 лет. Он умер, не дожив до своего 93-летия. Доктор Гешке всю свою жизнь посвятил служению другим, и его наследие живет и по сей день. Больше историй о миссионерах-первопроходцах вы найдете на сайте энциклопедия.адвентист.орг Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok